На канале Россия-1 состоится повторный показ криминального сериала «Анка с Молдаванки». Как же будет разворачиваться сюжет по сериям? Первая серия. Одесса, лето 1974 года. Город взбудоражен новостями о серии дерзких преступлений. Ходят слухи о том, что в городе снова орудует банда неуловимого Сотникова. Аня Ксенаки, 20-летняя студентка, проводит лето на даче в пригороде Одессы и однажды, приехав из города, становится свидетелем погони за какими-то людьми. В Одессу в отпуск из Москвы приезжает Николай Васильев, сын начальника городского уголовного розыска, которого родители отправили в Москву, чтобы избавиться от его романа с Аней. Аня едет в город, по пути она забегает к старинному другу семьи, ювелиру Заславскому, чтобы забрать из ремонта бриллиантовые серьги мачехи. Вторая серия. Отец, обнаружив у Ани кольцо, заставляет дочь во всем признаться. Поняв, что кольцо краденое, Ксенаки спешит к Заславскому, чтобы тот помог избавиться от кольца. После разноса в горкоме, начальник угол Васильев с приступом попадает в больницу. Пришедшего навестить Николая, он уговаривает подключиться к работе отдела, ведь Николай уже довольно опытный сыщик. Сотников с подручными разрабатывает план нового ограбления. Аня случайно встречает Николая на улице, который понимает, что юношеские чувства к ней еще не угасли. Сыщики начинают обходить ювелирные скупки, в надежде наткнуться на похищенные бандой Сотникова драгоценности. И в магазине, где работает Заславский, обнаруживают кольцо, подаренное Ане. Третья серия. Семья Ксенаки, наконец, получает разрешение на выезд в Грецию, но Аня категорически отказывается уезжать. Николай хочет возобновить отношения с Аней, но она относится к его попытке с настороженностью, все еще тая обиду за то, что он бросил ее. Сотников приказывает своим людям залечь на дно, чтобы переждать милицейские облавы. Через съемку он назначает Ане встречу и дарит ей новенький мотоцикл. Постепенно Сотников нравится Ане все больше. И тем временем в городе происходит вооруженное нападение на инкассаторов. Четвертая серия. Облава, устроенная в Угро, ничего не дает. В заброшенном пансионате милиционеры обнаруживают лишь следы пребывания людей, но никого из банды нет. Сыщики приходят к выводу, что у Сотникова есть свой человек в милиции. Сотников распускает всю банду. Проходит год. Отец Ани с мачехой уехали в Грецию. Аня остается в Советском Союзе. Николай после похорон отца остался в Одессе, заняв его должность в уголовном розыске. Аня после отъезда отца и мачехи в Грецию ведет двойную жизнь. Днем она обычная девушка, подрабатывающая частной партнихой. А по ночам – лихая грабительница и правая рука Сотникова. Премьера новых серий состоится с 8 июня на канале Россия 1. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.